Всем привет! Сегодня готовлю хачапури по-миграйски. Посмотрите, как красиво, это очень вкусно, ароматно. Хачапури по-миграйски это такие хачапури, в которые сыр кладется и в серединку, и еще посыпается снаружи. Поэтому сыра очень много, рецепт очень удачный и проверенный. Давайте готовить вместе. Готовим тесто для хачапури. Для начала просеиваем муку. Всего муки понадобится 450-500 грамм. Но сначала 450 просеем, а потом, если нужно, добавим еще чуть-чуть. Добавляем все остальные сухие ингредиенты. Один пакетик дрожжей. Этот пакетик дрожжей рассчитан на полкило муки. Всегда, когда добавляете дрожжи, смотрите, в инструкции написано, на какое количество муки рассчитаны те или иные дрожжи. Две чайные ложки сахара и одна чайная ложка соли. Перемешиваем слегка. Теперь нам нужно добавить жидкие ингредиенты. Для этого берем 150 миллилитров воды и 150 миллилитров молока. И все это нужно немножко нагреть. Вливаем молоко с водой и сразу же размешиваем все. И 50 миллилитров растительного масла рафинированного. Когда тесто взялось в один комок, выкладываем на коврик или на любую поверхность, где вы там замешиваете. И будем замешивать тесто. По необходимости добавим еще муки. Но сейчас посмотрим, как будет получаться. Должно получиться тесто, которое не липнет к рукам, гладенькое, мягкое. Тесто готово. Муку я больше не добавляла, то есть всего 450 грамм понадобилось. Миску смазываем немножко растительным маслом. Кладем тесто, формируем из него такой шарик и края как бы под низ. Подкатываем. И накрываем полотенечком или пленкой. И оставляем, чтобы тесто подошло около часа. Понадобится времени. Пока подходит тесто, подготавливаем начинку. Я взяла в равных количествах сыр адыгейский и сыр сулугуни. Адыгейский более имеет такой нейтральный вкус, а сулугуни соленый. Поэтому в сочетании эти два сыра дают очень хороший вкус. Советую вам так готовить. Тесто подошло. Достаем его, слегка обминаем и делим на три части. Из этого количества теста хачапури получатся три штучки. Скатываем тесто в шарики. Два пока что можно положить и накрыть снова пленочкой, чтобы оно не обветрилось, пока вы будете формировать, выпекать. Все, делаем шарик и теперь раскатываем тонко. Раскатываем по диаметру где-то сантиметров на 20. Теперь кладем начинку. Ну вот одну треть от этого количества сыра берем. И теперь начинаем тесто поднимать и соединять в виде мешочка. Теперь прижимаем и переворачиваем швом вниз и раскатываем. Видно, что попало немного воздуха, поэтому можно ножиком или вилочкой сделать несколько прорезей, чтобы вышел воздух. И продолжаем раскатывать, чтобы хачапури получилось, ну, где-то пол сантиметра толщиной. Теперь самый ответственный момент. Нам нужно взять и аккуратненько перенести хачапури на противень, застеленный пергаментной бумагой. Теперь берем желточек. Всего нам нужно три желтка, потому что три хачапури. Ну, на каждую лепешечку нам нужно по одному желтку. Размешиваем кисточкой желток и намазываем. И сверху тоже посыпаем сыром. Хачапури по-мигрельски – это такие хачапури, которые и внутри кладется сыр и сверху сыр. Поэтому сыра много и это очень-очень вкусно. Все. Можно отправлять в духовку. Температура 180 градусов и выпекать будем минут 20. Достала из духовки. Посмотрите, как красиво получилось, как красиво запекся сыр. Горячее, вкусное. Это очень хороший рецепт. Я надеюсь, что вам понравится. Вам просто не может это не понравиться, потому что это очень-очень вкусно. И я вам сейчас покажу, что получилось в серединке. Вот, смотрите, хрустящее тесто. Внутри и снаружи сыр. Очень вкусно. Очень прекрасный аромат. Это очень хорошее дополнение, как к первым блюдам. Можно с супом такие хачапури или просто с вином. Как вам нравится. И еще хотела сказать, что все сразу вы можете не выпекать. Посмотрите, я вот оставила тесто еще на 2 штуки и сыр. Тесто прекрасно хранится в холодильнике под пленкой. Поэтому это все удовольствие. Вы можете растянуть на несколько дней. Пользуйтесь этим простым рецептом. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо за просмотр. Пока-пока.